День выборов настал. И уже начал свою работу избирательный участок 4238. Чтобы узнать, как голосуют сельские жители, мы отправились в Маевское сельское поселение. Здесь уже собираются желающие отдать свой голос за того или иного кандидата. В 8 утра голосование на избирательном участке 4238 стартовало. Сегодня здесь выбирают не только губернатора Краснодарского края и депутатов муниципального образования Славянский район, но и главу своего поселения. Как рассказала нам председатель этой участковой избирательной комиссии Валентина Гребенюк, здесь всё готово к началу выборов. Члены избирательной комиссии в сборе, а за ходом голосования следят общественные наблюдатели. Голосование будет проходить как обычно. Мы работаем с 8 до 8 вечера. Люди все оповещены, пригласительные разнесены. Ждём. В Маевском сельском поселении не все жители могут прийти на избирательный участок. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то по каким-либо другим причинам. Поэтому свой выбор они сделают прямо на дому. Для этого представители участковой избирательной комиссии отправятся по адресам с передвижными ящиками для голосования. Таких заявлений подано 37. Кроме этого, на избирательном участке проводилось досрочное голосование. В нём приняли участие 7 человек. На 13 часов на избирательном участке 42.38 проголосовало 370 человек, что составляет 40% от количества избирателей, которые зарегистрированы на данном участке. Выполнить свой гражданский долг пришли и жители прикубанского сельского поселения на избирательный участок 42.39. Самые активные избиратели по традиции – пожилые люди. Надежда Туревненко признаётся, что в своей жизни ещё не пропустила ни одного голосования. Я родилась в прошлом веке, и, наверное, тогда ещё было в нас заложено, что выборы всегда нужны, всегда важны. Мы выбираем человека, который будет работать для нас. Семья моя вся голосует. Муж мой на работе, но забежал, тоже проголосовал раненько. Ну и я, как всегда. Для меня это праздник, для меня это радость. Это мой гражданский долг, мой голос важен. Я хочу участвовать в дальнейшем развитии своего края, своего города, своего района. Для меня это очень важно. Это мой край, моя история. Я должна как-то участвовать в её совершении дальнейшем. Только за три часа работы избирательного участка 42.39 активную гражданскую позицию проявили порядка 20% зарегистрированных на этом участке человек. 64 избирательных участка, открывшиеся сегодня утром в Славинском районе, закроются ровно в 8 часов вечера. Времени, чтобы принять непосредственное участие в политической жизни района и края, остаётся не так уж и много. Надежда Неткочева, Александр Косицын, специальный выпуск, выборы 2015.